Здесь стояла трубочка для дыхания и для наркоза. И после операции эта трубочка бы стояла до 4 месяцев. Такие неудобства ранее пришлось бы испытывать Владимиру Барехину после удаления опухоли гортани. Мужчина стал одним из первых пациентов, в крае которого прооперировали микрохирургическим лазерным методом. Ну, говорить на следующий день стало лучше. Сегодня еще лучше. Вроде как бы выправляет. Новое оборудование, лазерная установка, микроскоп и аппарат высокочастотной вентиляции легких поступило в Пермский онкодиспансер в этом году. Это стало возможным благодаря нацпроекту здравоохранения, инициированному президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Методика позволяет успешно удалять опухоли первой и второй стадии. Этот метод, чем он хорош? Во-первых, минимальное травмирование тканей. Более точная визуализация осмотра опухоли и ее полное удаление. А самое главное, что реабилитация больных происходит гораздо быстрее. Раньше в онкодиспансере проводили только открытые операции при опухоли гортани. Порядка 20 в год. С начала июня по новой методике уже провели 15 удалений новообразований. Оборудование уникальное в своем роде. Теперь у нас имеется возможность лечить пациентов нашего края, но и не только пациентов Российской Федерации. Все это проводится по полюсу МС. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин неоднократно отмечал о важности повышения уровня доступности медицины в регионе. Несмотря на сложный 2020 год и несмотря на то, что медицинское сообщество, конечно же, занималось, прежде всего, борьбой с коронавирусной инфекцией, все-таки удалось сделать достаточно много в части и строительства объектов. Мы еще раз подчеркиваем, что для нас очень важно, чтобы стандарты оказания медицинской помощи и дискриминации не было. Стандарты были одинаковые для всех. В 2020 году на обеспечение медучреждений Прикамья был направлен 1,8 млрд рублей. На эти средства приобретено почти 4 тысячи единиц оборудования, которое поставлено в учреждения в 27 территориях края. Эта работа продолжится и в этом году. Валерия Ермакова, Семен Соснин, телекомпания «Ветта». Семен Соснин, телекомпания «Ветта»